Итоги регионального конкурса «Сердце отдаю детям» подвели в социально-гуманитарном колледже. Такие соревнования позволяют выявить талантливых педагогов и содействуют повышению их профессионального мастерства и престижа. Кто же стал обладателем Гран-при, узнаем у моей коллеги Любови Примяковой. Эти девочки занимаются чирлидингом. Корни этого необычного для Наринмара искусства уходят к появлению командного спорта в США, в частности, американского футбола. Все началось, когда группа болельщиков из университета Миннесоты решила поддержать свою футбольную команду. В тот день Миннесота победила. Воспитанницы Ледового дворца труд сегодня пришли, чтобы тоже поддержать своего педагога Инну Хабарову. Хотя она и не играла в американский футбол, но в поддержке сегодня особенно нуждалась. Мы волновались. Вчера мы не присутствовали в моей презентации, но мы, получается, в школе раздели и переживали за нее. В этом конкурсе не было нападающих и голкиперов. Были коллеги со своей интересной творческой судьбой. Ведь главной целью каждого из них – это передать свой опыт и мастерство. Забить, как говорится, свой золотой гол в дополнительное время. Педагоги дополнительного образования точно знают, как это сделать. У них есть свои особые приемы. Такому мастерству не научат ни в основной школе. А ведь для многих это увлечение может встать в дальнейшем любимой профессии. Главное, чтобы было желание. Раньше вела аэробику и пригодились эти знания. А дети как? С удовольствием? Дети с удовольствием ходят, с удовольствием выступают. Нравится очень. Кстати, Инна Хабарова стала дипломантом третьей степени. И если она была уверена, что займет призовое место для ее коллеги Анны Воронцовой, тренера-преподавателя по туризму из детской спортивной школы «Старт», победа в конкурсе стала полнейшей неожиданностью. Совсем как-то неожиданно было. Может, так как бы очень волновалась, не знала еще как. Потому что мы первые два конкурса испытания видели у других участников, а последнее открытое занятие, то есть не знаем, отдельно шури только наблюдала за этим, было очень так волнительно. Всего в очном этапе конкурса приняли участие шесть педагогов. В финальном этапе конкурсанты выступили с визитной карточкой, привели открытое занятие и представили образовательную программу. Любовь Пермякова, Сергей Качиков, Александр Дуркин, Телеканал Север.